Этим летом маловодье вновь угрожает судоходству на Волге. Возможно, придется ограничить движение грузовых барж. Что поможет решить проблему? Накануне этот вопрос обсуждался в Нижнем Новгороде. Именно там, в рамках проекта «Школа гидроэнергетика» специалисты отвечали на вопросы журналистов и блогеров из Чувашии и Нижегородской области. Среди них оказался и мой коллега Дмитрий Ковалев. Низкий приток воды специалисты, конечно, прогнозировали, но никто не предполагал, что уровень бассейна Верхней Волги достигнет экстремальных отметок. В этом году он может уменьшиться еще на 10 и даже на 15 сантиметров. Эксперты бьют тревогу. Два дня назад Нижний Бьев гидроэлектростанции находился на отметке 66 метров, и он продолжает понижаться. Обычно бассейн Великой Русской реки пополняется в период весеннего половодья, но в этом году осадков было не так много. Формировалось оно никак. Как обычно мы знаем, что у Нижнего Новгорода проходят уровни максимальные и по Волге и по Оке примерно в одни и те же сроки в этом году. Уровни наивысшие весеннего половодья сформировались на месяц позднее. Условия метеорологические и гидрологические складываются таким образом, что на сегодняшний день мы отмечаем значительное понижение уровней водных объектов. Подобные ситуации на Волге происходят примерно раз в 10 лет. Поэтому специалистам уже не впервой решать эти проблемы. Сейчас Нижегородская ГЭС помогает работать Рыбинское водохранилище. Только за прошедшую неделю там накопилось более 300 кубометров воды, и этого запаса пока хватает. Но могло быть и хуже, отмечают эксперты. Мы сумели вовремя инициировать в межведомственную рабочую группу по Горьковскому водохранилищу. И сумели аккумулировать те остатки, которые пришли от Костромы и Унжи. Теперь из-за маловодья особенно остро стоит вопрос с пропуском судов. Расстояние самого сложного участка на этом пути превышает 50 километров. Грузовым баржам здесь приходится простаивать и по трое суток. Хотя раньше они преодолевали его за 4 часа. А уже с 21 июля через эти шлюзы грузовые баржи смогут проплывать только раз в 4 дня. Вплоть до 10 августа здесь вводятся специальные ограничения, и под них попадают все суда с просадкой 2,5 метра вглубь. То есть корректировать свой график придется и 4-х палубным туристическим теплоходам. Но уже сейчас грузовым баржам приходится проплывать по шлюзам с ювелирной точностью. Между дном судна и железными воротами едва поместится даже человеческая ладонь. Специалисты отмечают, что уже не первый год из-за маловодья снижается количество грузоперевозок. 23 рейса, 23 судна были полностью отменены. И в связи с тем, что такая ситуация складывается, естественно график с Росморвич флотом учитывает и эти моменты. Именно, наверное, туристические пассажироперевозки были именно приоритетом. Потому что, безусловно, опять же, это люди. В первую очередь, конечно, пострадают грузоперевозки, связанные с... Именно грузоперевозки, а не пассажироперевозки, да. Будет снижена, соответственно, грузоподъемность этих судов. Все изменится после подъема Чебоксарской ГЭС до проектной отметки. Тогда здесь могут курсировать и суда с осадкой 2,5 метра вглубь. Правда, сейчас решение этого вопроса затягивается. Авторы проекта исправляют замечания экологической экспертизы. Конечно, очень не хотелось быть, чтобы в новом виде этого года превратилась в засаду 30-х годов, которые была на Волге, с тем, чтобы опять именно на этом критическом примере поставить вопрос о том, что все то, что задумано и спроектировано, в одном реализовано. Но достройка Чебоксарской ГЭС может решить и другие проблемы. Когда уровень реки выровнится, берегам Волги перестанут угрожать паводки. А энергосистема страны должна получить 900 мегаватт драгоценной мощности. Медриковалев и Антон Вовк. Республика. Из Нижегородской области.